Доброе утро! Доброе утро, дорогие слушатели «Балтик Плюс». Поздравляю вас с нашим всенародным праздником. Как сказали, раньше его называли «Днем милиции», может, мы его называли «Народной милицией». Но и сейчас, когда мы стали полицией, и праздник называется сотрудником органов внутренних дел Российской Федерации, знайте, что мы работаем для вас, для граждан, для калининградцев. Главная наша задача – это защита ваших интересов в жизни и здоровья. Александр Михайлович, как начиналась ваша служба в полиции? Вы туда как? По зову сердца? Потому что ваши родители, дедушки, прадеды служили? Прадеды в полиции и милиции не служили, но я из семьи силовиков, которые готовы всегда служить Родине. То есть начиналась свою служба в вооруженных силах, но потом перешел в милицию. Я был следователем в пионерском отделе. Потом стал замначальником аэроотдела, перешел в УВД. Дважды воевал в Чечне, формировал отряды, которые уходили в Чечню. До сих пор занимаюсь семьи сотрудников, которые у нас там погибли. Потом шесть лет я был в школе милиции, как мы ее называем. Сейчас Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД. Поработал в судебном департаменте при Верховном суде Российской Федерации после увольнения. Но я сейчас вернулся в УВД. Я госслужащий, специалист-эксперт УВД Калининградской области. Я горжусь своей профессией тем, что я был следователем, что я раскрывал преступления, что зло было наказано, справедливость восторжествовала. И я всю свою жизнь посвятил, когда я уже стал полковником, чтобы в милиции и в полиции служили именно такие ребята, как Глеб Жеглов, Шарапов. Хотела спросить, кумиром кто был? Кумиром как раз, да. Глеб Жеглов, Шарапов. Много наших фильмов. Следствие ведут знатоки. Я горжусь, что я служил именно с такими сотрудниками. Ребята у нас были, свои учителя. Я тоже был учитель, через мои руки прошли много. И мы всегда старались, чтобы у нас было. У нас есть понятие кадровое ядро. Это те, кто раскрывает, расследует, днем и ночью работают без выходных. Это они служат до седых волос, потому что они любят свою профессию и стараются, чтобы все ученики-починенные были такими же. А много вот таких, увлеченных своей профессией, которые готовы сутки проводить на работе? Много. К сожалению, и может это и большая часть на самом деле, повторяю. Просто так принято, что мы, публичные люди, мы всегда на глазах, очень часто видят наши недостатки. Но на самом деле, я сегодня хочу об этом рассказать, мы внесли в огромный вклад и в восточно-прусскую операцию, и в становлении нашей области. И мы погибаем на посту, ежедневно рискуем жизнью ради наших граждан, наших соседей. Повторяю, мы такие же люди, как мы ниоткуда-то с Луны пришли. Мы обычные, многие из нас бывшие военные, учителя, врачи, ради ведущие, шучу. Но мы решаем, что наше дело защищать справедливость, и тогда мы идем служить в органы внутренних дел. Ну а почему ругают полицейских? Вот сейчас, в последнее время, часто такое случается? Часто ругают. Мы сами открытое, мы единственное, наверное, министерство, силовая структура, которая настолько открыта для прессы, для граждан и так далее. Мы сами говорим о своих недостатках, раскрываем те происшествия, которые отдельные наши сотрудники очень редко совершают. Но на нас часто смотрят, ну, кто общается с военным, который находится где-то там в воинской части и так далее. А мы ежедневно не даем переходить улицу на красный свет. Мы не даем ездить пьяными. Вот я хотел бы обратить внимание, что вот наша книга «Щит и меч», она называется, она выпущена к 70-летию воды. Наш сегодня разговор будет посвящен не только празднику нашему, а и тому, что у нас здесь история 75-летняя, что мы были созданы вместе с областью и создали в этой области, повторяю, очень многое. Так вот, называется «Щит и меч». Многие обращают внимание на меч. На самом деле, когда мы останавливаем пьяного водителя, мы спасаем чью-то жизнь. Когда мы изымаем паленую водку, наркотики, оружие, которое у нас в области со времен войны еще очень много, или пытаются через границу провести, мы опять-таки спасаем чью-то жизнь. На самом бытовом уровне, я бы сказал, на высокие, да, где вот действительно реальная жизнь спасается. Но у нас каждый день сотрудники ПДН, участковые, патрульно-постовые службы, они работают с гражданами, они выезжают на семейные скандалы. И участковый, каждый у нас, это психолог, который вынужден перепропускать через себя чужое горе, чужое семейное горе, примирять там мужа с женой, спасать эту семью, и, по крайней мере, не дать этому мужу, потом распустить руки и дойти до преступления. Наша главная еще задача, помимо раскрытия расследования преступления, это профилактика. У нас есть, как мы это называли раньше, милиция общественной безопасности. Мы занимаемся профилактикой, чтобы не допущением правонарушения преступления. Так сказали, что сейчас все, кто нас, молодое поколение слушает, они все пойдут служить в ряды полиции. Престижно идти, быть полицейским сейчас? Престижно. Я сейчас езжу по... Бывал во всех, меня приглашают во все институты, практически во всех школах области побывал, университеты. Так как мы на радио, я не могу это показать. У меня много мультимедийных презентаций, видео и так далее, которые с удовольствием смотрят дети, студенты. И после моих выступлений многие сразу подходят к нашим сотрудникам кадровой службы и говорят, я хочу умереть за Родину. Я говорю, умереть за Родину не надо, но нужно идти служить в полиции. И у нас идут. То есть ваше призвание патриотизм пропускать. Я горжусь своей профессией, несмотря что кто-то нас как-то иногда не любит, за глаза называет. Но когда любому человеку плохо, когда его обидели в любой форме, он бежит куда? Он набирает 0,2, 112 или бежит в ближайший райотдел к участковому, к поясникам и так далее. Мы всегда готовы прийти на помощь. И так мы это делаем днем и ночью, круглосуточно, без выходных, без праздников. Спасибо за то, что вы делаете, Александр Михайлович. Вот смотрю на книгу. Это плод ваших стараний? Книга вышла... Вы являетесь... Я стараюсь защитить честное имя полицейской, милиции. Мы назывались раньше НКВД. Создал эту книгу. Она как раз приурочена к 70-летию. И я бы хотел сегодня рассказать немножко об истории создания нашего ОВД. Потому что мы не просто празднуем сегодня день сотрудников органов дела, но еще весь этот год мы вспоминаем тех, кто бы начинал, кто были первые. Калининградская полиция, она тоже ровесница Калининградской области. Нашей области. Даже немножко раньше. Я вот сегодня хотел в первую очередь поздравить, поздравил уже всех радиослушателей, но все-таки я хочу выделить среди тех, кто сегодня, это наших сотрудников, наших ветеранов. И причем не только полиции, потому что на самом деле та структура, которая называлась в 45-м году НКВД, из нее вышла ФСБ современная, Росгвардия, МЧС. Мы создали здесь ЗАГСы даже. То есть в 46-м году шли расписываться в полицию? Так точно, да. То есть я сегодня, чуть попозже расскажу, много поразительных вещей про наше здание, то, что мы здесь делали. Наверное, впервые калининградцы об этом услышали. Многие даже сотрудники об этом не знали, вот пока я не занялся историей нашей ОВД. Ну какие интересные факты? Рассказывайте, что удалось вам. Вот почему мы даже раньше появились здесь, чем Калининградская область. Дело в том, что перед началом Восточной Прусской операции была создана в трех фронтах. На самом деле не Третий Белорусский фронт, а Прибалтийский первый и еще второй Белорусский. Восточная Пруссия была гораздо больше, чем современная Калининградская область. То есть ее три четверти ушло больше. Южная часть Мемельской краи сейчас находится в Литве. То есть это была довольно большая территория. И ее брало три фронта. При каждом фронте были уполномочены НКВД. Возглавляли эти управления министр внутренних дел Литовской ССР, Белорусской ССР. А Третий Белорусский фронт, который брал Кёнигсберг, Абакумов, это начальник СМЕРШа. Он подчинялся только лично Сталину. Это вот те СМЕРШ-шпионам огромная структура. То есть это были очень значимые должности, потому что и большая группировка. Я думаю, мы ПАВС будем делать. Еще минутку у нас есть. Это все было в 1945 году, когда мы только вошли на территорию Восточной Пруссии. Здесь было 20 боевых частей НКВД, полков дивизий, пограничных, внутренних войск и сотрудников орган внутренних дел, которые сюда направили. В каждом городе, который мы штурмовали, брали, мы участвовали вместе с войсками в штурме этих городов. Огромная заслуга и в штурме Кёнигсберга. Шесть частей из этих 20 получили почетное наименование Кёнигсбергские. Такая заслуга была бы в штурме Восточной Пруссии. Наш полк Росгвардии, внутренних войск, как мы его начали называть, он штурмовал Кёнигсберг. После штурма он находился в школе номер 5 сейчас, которая на Космодемьянской, тогда это было Ерисулин Штранцовская. Так вот, он получил орден Красной Звезды за участие в штурме Кёнигсберг. Александр Михайлович Щеглов, полковник полиции, ветеран боевых действий в Чеченской Республике, дважды лауреат премии МВД России в области кинематографа и истории калининградской полиции. Сегодня с нами в утреннем эфире на Балтик+. Александр Михайлович, вы сказали, что в 1946 году расписываться ходили в полицию. Что еще? Какой функционал выполняла милиция в те годы, когда началось только заселение бывшей Кёнигсбергской, ныне Калининградской области? Да. Ну, сначала это совпадает с нашей темой, я еще расскажу немножко об истории зданий, где сначала мы находились и где создавали и ЗАГСы, и Госархивы, и другие структуры. Сразу после штурма наше управление находилось в здании бывшего суда Восточной Пруссии. Сейчас это известно как здание КГТУ нашего университета. На площади главное, да? Сразу после штурма Кёнигсберга наши органы внутренних дел шли вместе с войсками, они взяли ключевые здания в Кёнигсберге управления, военные структуры, гестапо, СС и так далее. Нам нужно было захватить документы, банки, ценности и так далее. Вот это здание бывшего суда, ну, все калининградцы знают слово «быки», да, но на самом деле эта скультура называется «Борище с Зуброй», это был вход в суд Восточной Пруссии со стороны проспекта Мира, после войны он назывался Сталинградский. А потом там находилась первое время наша школа милиции, до 1958 года. А вход в КГТУ с площади Победы, это было здание, где находилось УВД. Где сейчас находится ФСБ, это бывший полицай-президиум Кёнигсберга. То есть немцы построили здание полиции, суда и тюрьмы. Тюрьма вот между... Подходит к КГТУ возле штаба флота, там тюрьма Кёнигсберга. У них было все рядом. Полицай-президиум мы тоже захватили. Сейчас там, когда уже в 1954 году мы окончательно разделились на МВД и КГБ, так называлось, вот это исторически заняли наши коллеги из службы безопасности. И еще много других структур, которые потом родом из НКВД. Я всегда говорю, когда с ними общаюсь, МЧС, Росгвардии, я их уже перечислял, да, и еще много других, что у нас общая история, общие герои, общие ветераны. Потому что все они когда-то в 1945-1946 году были в одной структуре, НКВД, УВД. Поэтому у нас даже ветеранское движение, в принципе, не совпадает. А сейчас есть, вот на этом здании, да, вы впервые вот сейчас этот факт огласили, мало кто, наверное, даже из калининградцев знает, что в здании КГТУ когда-то находилась милиция. Таблички памятные, может быть, там внутри здания планируется какую-то небольшую экспозицию сделать? Ну, нет, я вообще, когда общался там со студентами, да, для них было открытие. Даже сотрудники КГТУ многие не знают истории. На самом деле изображение зубров – это чистая юридическая скульптура. Это символизирует адвоката и прокурора, сторона защиты, сторона обвинений, которые борются в суде. Здание стояло перед судом в Восточной Пруссии. И, кстати, после войны его возили в зоопарк, по городу возили, перемещали, но сейчас оно вернулось на историческое место. А там здание, в котором сейчас находится полиция, Советский проспект 13, там исторически что? Советский проспект 7, наш УВД, Советский проспект 13, у нас сейчас миграционная служба. В этом здании было управление электросетей в Восточной Пруссии, но в конце войны, насколько я знаю, по археумам, по справочникам, его тоже захватила СС. Почему мы это здание, в том числе, и брали. На Советском проспекте 13 был Рефайзенбанк, опять-таки банк, поэтому это здание мы взяли, отремонтировали. Там располагались первые гражданские наши структуры, наше управление. Так, ну, опять-таки, чтобы не забыть, да, как вы сказали, мы создали здесь еще много структур. Ну, женская половина наших слушателей, это будет, наверное, интересно, что еще до войны ЗАГСы были в составе НКВД, в райотделах, и когда мы здесь взяли Восточную Пруссию, здесь образовалась Калининградская область, мы здесь создавали ЗАГСы. Люди ходили жениться, свадьбы в райотделы милиции до конца 50-х годов. Структура, которая называется МЧС сейчас, она называлась Место противовоздушной обороны. Вот когда я детям об этом рассказываю, я сразу показываю фотографии сожженного Кенигсберга. То есть англичане, когда бомбили Кенигсберг, он сгорел дотла, центральная часть. Но также немцы бомбили и наши города. Но наши города не сгорели, не Москва, не Град, потому что, вспомните, фотографии юноши и девушек, которые стояли на крыше, с щипцами, с ведрами, с песком. Вот эта структура местной противовоздушной обороны, она была в составе НКВД. Это мы не дали сгореть нашим городам. И мы здесь эту структуру создавали. И, внимание, то, что сейчас называется Бункер Ляша, музей штурма Кенигсберга, после войны, это мы его отремонтировали, и там находился наш штаб Место противовоздушной обороны. В 60-е годы, когда уже было создано ядерное оружие, эту структуру передали вооруженным силам, а в 90-х годах ее назвали МЧС. Это наши коллеги, и уже в конце 90-х только пожарные еще ушли туда, общая численность, которые ставили. Они тоже были в составе НКВД, МВД все эти годы. То есть структура, которую мы любим, называем спасателями, на самом деле это наши коллеги, наши ветераны. Это мы ее здесь создавали. В первые послевоенные годы, да, мы знаем, что вот вспоминали сейчас про Глеба Жеглова. В Москве банду «Черная кошка» ликвидировали, а в Калининградской области были такие группировки, если современным языком выражаться? Первые послевоенные годы были, гораздо потяжелее было, потому что область была завалена оружием. Ну, любой из калининградцев, который приехал сюда в действие, когда мы с ними разговариваем, они говорят, начинают перечислять, сколько было у него оружия, даже у нормального ребенка. Ну, а сюда пытались в мутной водичке спрятаться бывшие власовцы, военные преступники, нацисты, преступники. Здесь среди граждан, которые были угнаны сюда в рабство, это были пострадавшие, но уже и западные разведки засылали сюда и разведчиков, которых мы вылавливали. Когда немцы отступали, слышали, наверное, про группировки Вервольфа, бывшие нацистские преступники, здесь многие остались, которые, конечно, нас не приветствовали. Поэтому здесь после войны было огромное количество бан немецких, русских, лесные братья из Литвы тоже заходили, и их пришлось вычислять, крушить еще много лет. То есть за первые годы мы, конечно, уничтожили активное сопротивление, но уже когда в 48-м, 46-м, 47-м, 48-м начали выселять немцев и заезжать наши переселенцы, многие из них вспоминают, что по ночам была стрельба, это мы добивали вот эти банды, которые здесь прятались. В 48-м году выстрелы звучали, да? Кстати, да, очень важный факт, о котором должны знать калининградцы, на самом деле было два штурма Кёнигсберга. Первый штурм был с 6 по 10 апреля, после 10 апреля был приказ всем войскам выйти из Кёнигсберга, и войска уже пошли на штурм Земландского полуострова в сторону Светлогорска, Пионерска и Балтийска, Пилао тогда. Так вот, 20 частей НКВД, повторяю, которые участвовали в штурме, окружили по новой Кёнигсберг, и с 11 по 19 апреля был второй штурм Кёнигсберга, потому что гарнизон сдался не полностью, особенно бывшая полиция, СС, повторяю, гестапо, нацисты, порта и геносы, как их называли, они сказали, мы Ляшу не подчиняемся, он был военный, мы тут самостоятельно, штурмовики бывшие, да, в общем, то, кому мы называем нацистским преступником, они собирались сдаваться, бывшие же власовцы, да, которые бывшие наши, они понимали, что им придется неплохо, плохо, и они здесь держали оборону еще долго, мы их выжигали из подземелья, из подвалов, выбивали, то есть к 19 числу еще 3000 пленных, тех, кого мы вот оттуда вытащили, кто еще остался жив. Александр Михайлович, в 50-е, в 60-е годы, вот я вас спрашивала, да, особенность Калининградской области и ее местоположение, это отразилось на работе милицейских в то время? То есть какие были преступления самые частые, какие здесь совершались? В то время добывали ли янтарь незаконно? Или это уже такой современный бизнес? Ну, в моей книге история правоохранительных органов за многие века, конечно, это наш период, но вся история законов янтаря. То есть древние пруссы на янтарь особое внимание обращали. При тефтонах за незаконный сбор янтаря вешали. Был янтарный суд, янтарная полиция. Ну, в наше время янтарь сначала, когда мы только в 50-е, 60-е годы, это свободно можно было собирать, добывать. Сначала многие наши ребята, даже жители не знали, что это такое. Многие печки топили, рассказом переселенцев. Но потом, конечно, когда поняли его ценность, то нужно было уже источать. Была введена и уголовная ответственность. До 97-го года была уголовная ответственность за незаконный сбор янтаря. И что касается янтаря, внимание, дорогие калининградцы, наша визитная карточка нашего региона, янтарный комбинат, на самом деле был создан нашим управлением. Немцы, когда отступали с Восточной Пруссии, взорвали фабрику янтарную, которая находилась в Пальмикене, уничтожили там все цеха, электростанцию, карьер был затоплен, экскаваторы были взорваны, есть фотографии. И в 47-м году сюда приехал министр внутренних дел СССР Круглов, посетил Пальмикен и сказал, что мы беремся восстановить. Я повторяю, в нашей области, в нашем городе, Калининграде, огромное количество зданий, предприятий, организаций было восстановлено руками, под нашим руководством, руками пленных и так далее. То есть, когда город разбирали на кирпичи, огромное количество зданий, повторяю, допустим, на Площади Победы, это было восстановлено нашим управлением. Так вот, в городе Пальмикене, потом назывался Интарный, это мы создали, за один год отремонтировали, создали вообще-то с нуля, не отремонтировали. И он назывался до конца 50-х годов, Интарный комбинат номер 9, МВД СССР. В конце 50-х его передали в Министерство легкой промышленности, ну, потом было еще несколько переименований. Так что, это мы его построили, ну, руками, опять-таки, немцев военнопленных, их специалистов. Александр Михайлович, где можно вот эти интересные факты почитать, узнать? Понятно, что не у всех вот эта книга замечательная есть. Ну, она пока в УВД Калининградской области распространяется, но надеюсь, что я уже участвовал в конкурсе издательских проектов правительства Калининградской области, что она выиграет, будет распечатана за счет областного бюджета, тогда окажется в каждой школе и в каждой библиотеке. Там уже есть мои книги, называется «Крещеный огнем», «Гудермес-95», о наших героях, которые сражались в Чечне. Александр Михайлович Щеглов, полковник полиции, ветеран боевых действий в Чеченской Республике, дважды лауреат премии МВД России в области кинематографа и историк Калининградской полиции. Мы вас поздравляем с наступающим праздником. Спасибо за то, что вы делаете и поднимайте престиж профессии. Спасибо. Еще раз поздравляю всех наших коллег, всех силовых структур. Запомните, это наш общий праздник, 75-летие. Мы создались, и ЗАГС отмечает в этом году 75-летие и все остальные. И те, кто еще в возрасте до 35-40 лет, мы ждем в наших структурах. Кто считает, что вор должен сидеть в тюрьме, приходите в наши райотделы, в кадровые службы. Мы ждем вас в среде своих рядах. Спасибо.